Мы, Максим и Аня, мы передвигаемся в колясках, но мы нашли друг друга. Ну, а ты хорошо зарабатывал? Это довольно острый и трудно решаемый вопрос. А слышите голос-то? Какой голос? Можно сказать, Аня, что твое произведение увековечено на чьем-то теле. Да. Утренняя зарисовка. Аня и Нифа принимают солнечные ванны. Ты снимаешь? Привет всем, это А плюс М. Мы, Максим и Аня, мы передвигаемся в колясках, но мы нашли друг друга. Это наш очередной влог. И если вы до сих пор на нас не подписаны, то обязательно нажмите кнопочку «Подписаться». В сегодняшнем влоге мы затронем тему инвалидов и работы. Какие вообще есть перспективы у инвалидов работать и что-то зарабатывать? И какой опыт у нас с Аней в этой области? А опыт у нас богатый, особенно у Максима. Не то чтобы, такой уж прям богатый, да, но... Можно сказать, что разнообразный. Да. Конечно, всем известно, что в основном люди с инвалидностью живут на пенсию по инвалидности. С голоду не умрёшь, но всё-таки хочется же и иметь какую-то дополнительную прибыль или иметь больше прибыли. И как-то, опять же, самореализоваться. И даже если у тебя есть какое-то образование, есть профессия, всё равно тебе сложно с этим образованием пристроиться, если ты инвалид. Вот у Максима, например, юридическое образование. Да, я юрист, но, конечно, успешный юрист должен всё-таки ходить, должен свободно перемещаться. Например, если ты хочешь быть адвокатом, то ты обязан просто быть постоянно на ногах, быть мобильным. Иметь работу дома, как юрист, это сложно, потому что в основном же все юридические компании находятся в офисах, базируются в офисах, и это не так-то просто. Кстати, о нашем образовании мы говорили в другом нашем ролике. Посмотреть его вы можете, ссылка вверху экрана. Но всё-таки существуют же сайты, где можно работать, будучи юристом, консортировать людей онлайн. Да, но такие сайты, они в основном создают люди, которые сами же на них и работают. И да, есть ещё биржи, ну, например, для тех же юристов. То есть это биржа, где ты можешь зарегистрироваться либо как юрист, либо как клиент и предоставлять услуги. Ну, опять же, везде своя конкуренция, не так просто где-то начать, вклиниться, а особенно без опыта работы. И вообще вопрос работы на дому – это довольно острый и трудно решаемый вопрос. Не только для инвалидов, но и вообще для любых людей, потому что сейчас у всех есть компьютеры, у всех есть доступ в интернет, и очень-очень высокая конкуренция и в этой сфере тоже. Люди часто любят вспоминать о том, как они заработали свои самые первые деньги. Аня, ты помнишь, как ты заработала свои самые первые деньги? Я думала, ты ещё скажешь, любят вспоминать о том, как заработали свой первый миллион. Ну, первые деньги. Да, я помню чётко этот момент. У меня была выставка в художественной школе, точнее в Доме творчества. И там ещё были мои детские работы, мне было, наверное, лет 12. И одну мою работу купила женщина со своей внучкой за 50 гривен. И мы её спросили, почему вы решили купить у меня работу? Ну, почему только у меня? Там это была выставка без цели продаж, это просто были детские рисунки. Но она сказала, что я вижу в этой девушке потенциал, и я знаю, что она станет известной художницей. И она как в воду глядела. Это была очень проницательная женщина. Возможно. А я вот не помню, как я заработал свои самые первые в жизни деньги. Не знаю, мне кажется, это было что-то типа набрал для кого-то текст, или какую-то страницу с визитками для кого-то сделал и распечатал. Наверное, что-то такое. Но я хорошо помню свой первый регулярный заработок. Это было, когда у меня появился компьютер. Одна наша знакомая пришла однажды и говорит, О, Максим, у тебя же есть компьютер, а я вот торгую на рынке. И сейчас нас налоговая инспекция обязала подавать по квартальную налоговую декларацию в электронном виде. Раньше они могли от руки на бумаге писать, а тут понадобилось это делать теперь на компьютере. И вот, говорит, я взяла у них программу, давай установим, разберемся с тобой вместе и сделаем. Мы разобрались, и она говорит, о, отлично, я теперь буду тебе отправлять своих знакомых с рынка, и они будут у тебя тоже делать эту декларацию. Раз в три месяца, примерно 20 дней, это был срок подачи деклараций, ко мне с утра до вечера звонили в дверь. Мама бедная ходила, открывала, закрывала за клиентами. И я сидел такой в рубашечке, хорошо одетый, и на компьютере делал им эти декларации. Ну, а ты хорошо зарабатывал? Я уже не помню точно, сколько я зарабатывал, но, ты знаешь, я помню, что на эти заработанные деньги я, по-моему, себе купил спутниковую тарелку. Они в тот момент становились доступными, не стоили слишком уж дорого, кажется, и я себе еще накопил на монитор. Вот, для компьютера. Но этот заработок через какое-то время прекратился, потому что налоговая декларация стала лицензировать точки сдачи этих данных, и там что-то не начали с передачи через интернет. В общем, получилось, что я не мог уже больше этим заниматься. Спустя некоторое время у меня появился следующий регулярный заработок. Это было онлайн-радио. Которым я увлекся, онлайн-радио, по теме одной компьютерной игры. Более подробно я об этом рассказываю в нашем предыдущем влоге про наше увлечение. Можете посмотреть, ссылка вверху экрана. И я говорил, что это было увлечение, но, помимо прочего, это все-таки была работа, потому что в один прекрасный момент эта компания, которая разрабатывала игру, стала нам платить, неофициально платить немного денег на наш проект, выделять нам такой бюджетец каждый месяц. И мы этот бюджет делили на нескольких самых активных сотрудников нашего онлайн-радио и получали деньги. Я был одним из них. А слушайте голос, какой голос профессиональный. Дикторский, дикторский. И у меня там были прям действительно обязанности, потому что я был редактор новостного отдела, который состоял из меня одного. Я несколько раз в день, каждые три часа должен был строго в определенное время выходить в эфир и прокручивать новости, записывать какие-то новые новости, связанные с этой игрой. И это прям была такая обязаловка, и я получал за это деньги. Ну а я, начиная с продажи моего самого первого рисунка, так и продолжила дальше продавать свои картины. В основном я продавала картины после того, как устраивала выставку. Туда приходили люди, кому-то нравились мои работы, и они связывались со мной и спрашивали о том, можно ли работу купить. Ну и также я выполняла заказы. Так у тебя, кстати, образовывались постоянные клиенты. Да, благодаря этому у меня сейчас есть несколько постоянных клиентов, и это очень важно для художника иметь таких клиентов, потому что, ну вот есть у меня одна женщина, которая купила у меня четыре картины, ещё даже до того, как я устроила свою предыдущую выставку. И это очень здорово получилось, потому что на выставке, к сожалению, я продала потом только всего лишь ещё одну работу, и всё. Помимо работы дома, мне посчастливилось также поработать и в офисе, скажем так, да, то есть ходить на работу, как все, грубо говоря. Как это получилось? Дело в том, что в один прекрасный день мне позвонили из социальной защиты и сказали, что сейчас идёт программа доступной среды, выделяют деньги на трудоустройство инвалидов, причём на трудоустройство именно инвалидов-колясочников, то есть тех, о ком раньше вообще не думали и даже не рассматривали таких людей, как людей, способных работать вместе с другими людьми. Ну, это в России. Да, это происходило в России. Я жил тогда в небольшом посёлке. Сказали, ты, Максим, у нас один из самых таких активных колясочников тут. Не хочешь ли работать? И тут я понял, что я вообще-то всегда об этом мечтал. Я просто мечтал, что мне в один прекрасный день так вот скажут, а не хочешь к нам пойти именно работать как колясочник? И тем более, что это было по профессии. Да, причём по профессии. Я, конечно, согласился. Меня приняли на небольшое предприятие. Это был наш дом быта местный. И меня туда взяли юристом, делопроизводителем. Кажется, так у меня называлась моя должность. Государство выделило деньги этому предприятию на то, чтобы там всё для меня оборудовали. Там сделали удобный, вологий бандус на главном входе. Они специально для меня выделили кабинет, полностью сделали там ремонт, поставили стол, компьютер. И я стал ездить, ходить на эту работу сам каждый день буквально. Это происходило так. Я в тёплый сезон. От своего дома меня папа сажал на мою электроколяску. И я сам с утра ехал на работу, заезжал на предприятие, открывал своим ключом свой кабинет и работал. Потом точно так же возвращался домой в обед. И зимой меня на работу возил папа. И там я занимался всякой разной работой. Это была не только работа по юридической специальности, хотя и по ней тоже. Ну и в принципе приходил главный бухгалтер предприятия, моя непосредственная начальница, и говорила, так, Максим, вот тут вот набери, сделай такую таблицу, набери такой текст. И я сидел, работал. Не скажу, что это было слишком уж интересно, потому что я в основном просто сидел один в кабинете, очень часто работы не было, я скучал. Но я очень горд тем, что я поучаствовал в таком именно эксперименте, в социальном эксперименте. И в моём посёлке все увидели, что действительно инвалидам можно трудоустроить. Да, это очень важно. И это работает, и это как бы меняет стереотипы людей. Я думаю, что многие люди не понимают, что работать для инвалида, для его мироощущения тоже очень важно. И не только для мироощущения. Мне кажется, что думают, что инвалидам нужно не так много денег, как здоровому человеку, хотя это понятие ошибочно. Даже у меня было много случаев, когда люди думали, что если я инвалид, то я должна дешевле продавать картины, очень дёшево. Но это просто люди не понимают, насколько всё для инвалида на самом деле дороже, чем для здорового человека. Потому что труднее и тяжелее делать эту работу, чем здоровому человеку. Нет, я имею в виду не то. Я имею в виду, что денег инвалиду приходится тратить больше. Даже взять самое элементарное. Человек может своими ногами пойти на маршрутку, например, и за 7 гривен добраться с одного конца города в другой. А инвалиду, конечно же, нужно иметь свою машину. А инвалиду надо свою машину или вызывать такси, и это уже дороже. И таких случаев, когда нужно тратить больше денег, чем здоровому человеку, очень много. Поэтому работа, конечно, важна, трудоустройство очень важно, и зарабатывать деньги нужно всем. Безусловно. В подростковом возрасте я пробовала работать в Эйвоне и в Эрифлейне. Да, это такая финансовая пирамида, можно так сказать. Нет, не финансовая. Финансовая пирамида – это там, где обманывают. Это МММ и тому подобное. А это называется сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг. Ну да, это построено по принципу пирамиды, да, я с тобой согласен. Я даже пробовала немного продавать. Когда я работала уже позже в Эрифлейне, то я продавала через интернет, создавала фейковую страницу ВКонтакте и делала рассылки. А когда я работала в Вейвен еще лет 17-18, то я продавала через знакомых. И я даже что-то зарабатывала, но я большую часть денег, если не все, тратила на то, что я сама покупала эту косметику. У того же Арифлейма, да? У того же Арифлейма и Вейвена, потому что когда я листала эти все каталоги постоянно с утра до вечера, этого всего безумно хотелось. С той работы, где меня трудоустроили, мне пришлось уйти, потому что я просто переехал сюда, в Одессу, Кане. И здесь я попробовал найти работу через интернет и оказался в роли оператора поддержки по телефону торговой сети «Пятерочка». Это очень интересно вообще получилось. Я не буду вдаваться в подробности, но суть в том, что я, находясь здесь, в Одессе, сидя просто за своим компьютером, был официальным оператором службы поддержки торговой сети «Пятерочка» российской. То есть это все как бы через границу работало. Мне какая-нибудь бабушка откуда-нибудь из Кемерово могла звонить и просить активировать накопительную карту. То есть вообще бизнес воистину не знает границ, несмотря на всякие глобальные явления, передряги и тому подобное. И я удивился, насколько это на самом деле сложная работа, в том плане, что оператору службы поддержки на самом деле нужно очень много всякой информации держать в голове, очень много всего знать, а перед глазами на экране компьютера огромная база данных, в которой нужно быстро, молниеносно ориентироваться. Там очень много разных вещей, которые надо делать. Там активировать, блокировать накопительные карты, регистрировать жалобы и обращения и тому подобное. А так вот и не подумаешь, да, что какой-то девочка по телефону сидит, кажется, что она там просто бездельничает. Но на самом деле все сложнее. Я закончила университет по специальности педагог-преподаватель рисования. Я забыла, что я преподаю. И я обучала рисованию трёх человек. Ну, две девушки приходили ко мне отдельно, и одна ещё отдельно. Я так преподавала несколько лет. Им это у меня были постоянные ученики. И мне как-то не понравилось немножко быть преподавателем. Преподаватель из меня, откровенно говоря, не очень хороший. Потому что в итоге мы стали друзьями. Мы сидели пили чаёк. При том, что я могу хорошо объяснить. Я очень хорошо знаю своё дело. Но вот как-то, чтобы именно преподавать, у меня, наверное, не очень получается. И, ну, в принципе, я и не могу как инвалид работать преподавателем. Так что это мне страшно. Посещать какие-то специальные учебные заведения как преподаватель? Да, я бы и не смогла. Но я и не очень страдаю от этого. Ну, ты не учишь рисовать, зато ты рисуешь сама и рисуешь прекрасно. Да. О, кстати, ещё я рисовала несколько эскизов для татуировок. Ко мне пришла девушка и объяснила, что она хочет и всегда мечтала сделать татуировку. Но ей нужно, чтобы какой-то художник нарисовал то, что она хочет. И вот она мне объяснила, и я сделала для неё эскиз. И она потом пошла и по этому эскизу набила себе татуировку. Это было очень интересно. Можно сказать, Аня, что твоё произведение увековечено на чьём-то теле. Да. Ещё был такой очень короткий период, когда я познакомилась с одним фотографом и ретушировала для него свадебная фотография. Ух ты! Он платил тогда, я не помню, то ли 2 гривны, то ли 3 гривны за фотографию. При том, что я одну фотографию делала минут 20 просто потому, что я художник. И я постоянно видела на фотографии, что можно сделать больше, чем от меня требовалось. И у меня было своё художественное видение. Я не могла остановиться, и поэтому я просто перестала на него работать. И вообще я поняла, что компьютер немножко не для меня. У меня слишком глаза от этого болят, и мне нравится рисовать руками. Ну да. А к слову, по преподаванию. А ведь я же и сейчас преподаватель, потому что, как мы говорили в нашем новогоднем ролике о планах и итогах, ссылка вверху экрана, как обычно, я обучаю английскому как репетитор одного ученика, школьника. И сейчас, во время карантина, мы с ним занимаемся через Skype. Ну и также ты забыл рассказать про свою самую важную работу. Да, а моя самая главная профессия и самая важная работа заключается в том, что я являюсь арт-менеджером художественного бренда Анны Ли. Да. Максим — это моя правая рука. Он всё для меня делает, не считая рисования. Я рисую, а он делает всё остальное. И выставки, которые мы проводили в этом году, это всё только благодаря его работе. Спасибо. А, кстати, наши выставки тоже есть у нас на канале, мы их снимали. Тоже можете посмотреть, ссылка наверху. Подведя итог, можно сказать, что, с одной стороны, инвалидам сложно конкурировать со здоровыми людьми на рынке труда, сложно устроиться где-то на обычную работу. С другой стороны, как видите по нашему Сане, примеру, сидя дома, также есть целый диапазон возможностей как-то зарабатывать, что-то делать. Поэтому тут остаётся только найти своё дело и постараться, чтобы оно приносило деньги. Пишите в комментарии, кем вы работаете, кем бы вы хотели работать, вашу работу мечты. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк под этим видео и ждите наших следующих роликов. Субтитры сделал DimaTorzok